Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге «Бытие», обратимся к 28 главе. В 28 главе продолжается сюжет, связанный с Исавом и Иаковым, который начался в предыдущей главе, но в то же время есть нечто достаточно удивительное. Начинается глава с того, что призвал Исаак Иакова и благословил его, и заповедал ему. И дальше следует некий троп, повтор того, что было в рассказе о самом Исааке. Хочется как будто бы спросить, что подождите, мы слышали, что Иаков купил первородство. Подождите, мы слышали в прошлой главе, что Исаак уже благословил его. И рассказано было о благословении как об однократном событии, которое не может быть ни повторено, ни разделено, ни как по-другому. И теперь вдруг и призвал Исаак Иакова, не вот весь этот обман, когда он там переоделся в Исава и, так сказать, подсунул себя полуслепому отцу. Нет, призвал и благословил и заповедал. Не бери себя в жены из дочерей ханаанских, а иди в дом родственников наших. То есть, на самом деле, получается, что картина, нарисованная в предыдущей главе, очень такая сюжетная, интересная, острая картина с деталями, с подробностями, некое свое коммуникативное намерение выполнила, и можно не опираться на нее. И составитель не видит необходимости сделать эти рассказы последовательными и непротиворечивыми. Может быть, то, что для него есть то, ради чего он рассказывает это коммуникативное намерение, и все. И он не пытается создать из этого последовательное, остросюжетное повествование. Это весьма важно, потому что, конечно, у современного читателя вслед за толкователями поздней античности раннего средневековья неизбежно, неминуемо возникает соблазн углубиться в толкование этих деталей и психологических состояний, и духовных состояний, так сказать, персонажей Исаака, Иакова, Исаавы, Ивеки, как, что ими там движет. Вряд ли это то, о чем, собственно, нам рассказывают. Рассказывают о вещах других. И вот, смотрите, здесь Исаак благословляет Иакова, отправляя его за женой. Заметьте также, что здесь это благословение связано с тем, как, на ком женится Иаков, и что будет дальше с верой Исаака и Иакова. И вот, благословляя, отправляя его, Исаак ему говорит, возьмешь себе жену оттуда из дочерей Лавана, Бог же всемогущий да благословит тебя, и да расплодит тебя, и да размножит тебя. Вроде бы, то же самое благословение. То есть, именно, что рассказывается по-другому в другой раз, но об одном и том же благословении, другой рассказ. Вот, и не объясняется, почему благословляется Иаков, а не Исаав здесь. И да будет от тебя множество народов, да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою наследовать эту землю. Да будет от тебя множество народов. Трудно сказать, что все-таки предполагалось за этими словами у авторов рассказа. И даже, может быть, не столько авторов, сколько у тех людей, которые формулировали устное предание, дошедшее до авторов и записанное авторами. Может быть, речь идет о неких там кланах кочевников. Может быть, о коленах Израилевых, будущих. Может быть, как-то еще иначе. Ну, наиболее вероятная, конечно, картина колена Израилева. Но вот здесь они названы, как некое множество народов. И это не бесполезно иметь в виду, когда мы будем думать и говорить об исходе, где множество разных родственных народов, действительно родственных, но не идентичных. Друг другу в конце концов собираются в единый народ Божий. Здесь благословение все время как будто бы расширяет, так сказать, численность этнических групп, на которые должны разделиться потомки героя. А потом оно все наоборот в обратную сторону соберется в один народ Божий. Ну, и вот дальше здесь говорится о том, что Иаков идет в Месопотамию, к Лавану, к брату Ревейке, для того, чтобы спастись от гнева Исавы и для того, чтобы найти себе жену. Причем, заметьте тоже, что в этом рассказе пока не упоминается, как будто бы не вспоминается о конфликте, о гневе Исава. Вот он идет вроде бы вообще только за женой. И Исав увидел, что Иаков благословил и послал его в Месопотамию. И Исав увидел, что дочери Хананской неугодны Исааку и пошел к Измаилу. Ну, вроде как, значит, родственник тоже близкий, только далеко ходить не надо. И взял себе жену из дочерей Измаила, сверх других жен своих. То есть вообще здесь можно было бы весь сюжет при желании развернуть, как такой семейный конфликт. Хорошие жены, плохие, неудачные, где их надо брать, там, из язычников, не из язычников. Такая действительно альтернатива всей истории отношений Исаака, Иакова и Исава, которые мы видели в предыдущих главах. Дальше рассказчик говорит нам с вами о том, что происходит с Иаковом по дороге. Вот он вышел из Версавии и пошел в Харан. Пошел, это неблизкий путь, там в Харане ждут его, его, ну, не ждут, а поджидают, так сказать, встречи с родными. Но прежде чем он туда придет, оказывается, что то благословение Бога, которое дал Иаков Исаак, это благословение в каком-то смысле становится реальностью, принадлежащей Иакову. Или наоборот, можно сказать, что Иаков принадлежит этому благословению. Здесь рассказывается о том, что он в некоем месте лег спать, ну, просто в чистом поле, под голову положил камень. И лег на этом месте, и вот он увидел некоторую лестницу от земли до неба. Заметьте, что это образ, который потом будет не раз встречаться в Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Есть некоторая связь между небом, где пребывает Бог, и землей, где пребывают люди. И по этой связи, по этой лестнице восходят и нисходят вестники Господние, ангелы. Вестники Господние, а наверху там, наверху этой лестницы стоит Бог. Собственно говоря, картина изображает мир Бога, небеса и мир человека на земле разделенными, но связанными. И, в общем, это отличает то, как вообще мир представал в глазах героев предыдущих глав. И это действительно очень важная вещь. Оказывается, что завет с Богом и благословение Бога делают эту связь, пусть и не очень видимой, но реальной, возможной. Так что ее можно увидеть во сне, можно это место благословить, можно это место сделать центром почитания. Вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь Бог Авраама, Отца твоего и Бог Исаака. Не бойся, эту землю я дам тебе и будет потомство. И дальше вот обычное повторение обетования. Я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя в эту землю. Вот оказывается, что в результате получения благословения становится Иаков способным увидеть эту лестницу и услышать слова Бога, которые к нему обращены. Конечно же, в качестве своего рода параллельного места здесь уместно вспомнить повествование о Вавилонской башне, которая тоже как будто бы вот такая лестница от земли до неба. А разница лишь в том, что Вавилонская башня строится против воли Бога, а здесь наоборот. Неожиданно для человека, вот потому что Бог так захотел, и вот так работает это благословение. Вот в этом месте в Вавиле создает Иаков жертвенник, потому что Господь присутствует на этом месте, а я и не знал. Вообще очень непростая, неоднозначная мысль, потому что Бог везде, и в то же время невозможно сказать, что вот Он здесь или вот Он тут. Бог нечто такое, что не может быть привязано к какому-то месту. Так привыкли думать те же иудеи, которые составляют целевую аудиторию. Так привык думать составитель. Да все так привыкли думать, что невозможно привязать Бога к конкретному месту. Но, как мы видим, можно привязать место к Богу. Господь присутствует на месте всем. Вот здесь возникает жертвенник, который становится святыней, не потому, что каким-то образом это место волшебное, где там присутствует какая-то такая духовная радиация, а потому, что здесь Бог явился Иакову, и существует некоторый опыт встреч на этом месте. И совершенно невозможно порой найти, нащупать вот эту разницу, где произвольное, человеком выдуманное место для поклонения жертвенник, которых много очень было перед пленом, по крайней мере, в земле Израиля, а где действительно вот место, которое избирают и указывает сам Бог. Еще тоже нельзя забывать, что рассказ окончательно включается составителем в текст в ту эпоху, когда очень ощутимо предметно помнятся споры о месте поклонения. Они еще потом в новозаветную эпоху будут вспоминаться. Вот отцы наши говорят, что не на горе Сион, а на горе Горезим надо поклоняться Богу, говорит Самарянка Господу нашему Иисусу Христу. Вот. А на какой горе? Вот здесь в Ефиле или в Иерусалиме, или где? Здесь мы видим текст, который, очевидно, совершенно вне разговора о единственности места поклонения. Жертвенник ставится там, где Бог избирает, где ты услышал Бога, или Бог тебя услышал. Как страшно это место! Ничто иное, как дом Божий, врата небесные. Да даже об Иерусалимском храме такого не дерзали говорить в большинстве случаев. Какой такой дом Божий? Это не Иерусалим и не храмовая гора. Тем не менее, вот, включая этот рассказ, для своего читателя составитель подчеркивает, что все гораздо сложнее. Не так, чтобы вот одно место поклонения, стандартный храмик, там, как принято было на Ближнем Востоке, только здесь больше нигде, что вот это вот борьба духовенства, духовенства иудейского. за то, чтобы только в Иерусалимском храме поклонялись Богу и были приносимы Ему жертвы, приношения и все прочее, что эта борьба не такая однозначная вещь. Заметьте еще то же, что духовенство по некоторым не слишком заслуживающим уважения причинам, конечно, хотело сделать вид, что вот плен постиг Израиль, и вся катастрофа постигла Израиль, потому что были жертвенники на высотах или на севере, в том же Зефиле, или в Самарии, или еще где-то. Но среди мыслителей, делателей эпохи плена и пустынего, многие вовсе так не считали. И поэтому вносится разговор о жертвеннике в хорошо понятном месте, в Вифиле, не в Иерусалиме, где Бог присутствует. Дальше еще в заключительной части этой главы Иаков дает обет и говорит, если Господь Бог будет со мною, сохранит меня в этом пути, и, значит, я возвращусь, если я возвращусь до Отца, будет Господь моим Богом, а этот камень будет у меня Домом Божьим. и я дам тебе из всего десятую часть, будет у меня Домом Божьим. То есть местом, где возможно встреча, где происходит встреча. Не местом, где Бог привязан и где Он живет, так сказать, по прописке, местом, куда можно прийти и встретиться с Богом. Вот что, собственно, важно здесь для Иакова. И, конечно же, для читателя также важно вот что. Ники, повторяющиеся в большей или в меньшей степени сюжеты про то, как Бог взаимодействует с Авраамом, а потом Бог взаимодействует с Исааком, а потом Бог взаимодействует с Иаковым. И в каждом следующем поколении благословение Бога, которое дано Аврааму, вот оно работает, действует несколько по-своему, выстраивая жизнь этих людей не автоматически, а потому что они встречаются с Богом. Иногда вообще поперек всех человеческих представлений все это складывается, как с Иаковым, который сначала с самого рождения, рождаясь, держался за пятку Исаава, чтобы как будто бы они вместе вышли, да? Потом купил первородство, потом обманул отца, чтобы добиться этого благословения. Вот ему это надо, в его жизни это есть, есть и Бог встречается с ним, с каждым следующим поколением. Это не просто религия отцов, вот что важно. Это нечто очень и очень личное, разговор с Богом лицом к лицу, как потом будет сказано про Моисея, что Бог говорил с Моисеем, как если бы кто говорил с другом своим. Вот что-то вот такое, с которым надо каким-то образом взаимодействовать лично. Для составителя его целевой аудитории это весьма и весьма значимое возвещение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok